Взрослые люди должны восторгаться духовными качествами друг друга. Не тем, что как хорошо ты выглядишь, там не эта прическа какая, не этим, ты надоедает. Вот когда она полностью отдает свою духовность своему ребенку, он восхищается ею. Когда он полностью отдает себя для того, чтобы она могла вот так счастливо формировать ребенка. Заботятся о ней как о матери, а не о той, с которой на бульваре сидят и амурничают. А как к матери этого существа, он с восторгом относится, она это видит, тогда она к нему с восторгом относится. Единственное, что может людей на долгие годы сохранить близость и глубинная близость, это когда каждый из них восторгается тем, что делает другое, а не тем, что он собой представляет. Что собой представляет, через месяц уже видно, ничего не представляет. Чего он может себе представить, какой бы он ни был интересный, не знаю, ловила с какой-нибудь анекдотом, когда у него там, я не знаю, зубы разболелся, живот разболелся, утром встал, бегает туда-сюда, с посиневшим лицом, стрепанным. Естественно, это не до анекдотов. И как только она видит его таким, все, разочаровывается. И то же самое, утром он встал, посмотрел на нее, с перепугу пошел опять, заснул, все, разочаровался. Потому что это было важно. Какая прическа там, я не знаю, щенен какой-то снимает, щенен сможет, ничего же нет. А он вообще не знал, что щенен существует.